Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. В России в ДТП попал автобус с украинцами. Есть жертвы, что спровоцировало эту аварию. Против ДНК не попрешь. Чьи следы найдены на теле погибшей правозащитницы Ноздровской. Полицейские калятки. Как подзаработать в новогоднюю ночь, шантажируя невинных водителей? Изгой международного масштаба. Кого из президентов не будет на свадьбе принца Гарри? В России под Курском перевернулся автобус с украинцами. Погибли трое наших соотечественников. Еще шестеро пострадали. Трое из них сейчас госпитализированы. Информацию эту подтвердили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины. Причины аварии сейчас устанавливают. Известно лишь, что в автобусе находились 9 украинцев. Они ехали из Днепра в Санкт-Петербург. ДТП произошло утром в Медвенском районе. По предварительной информации водитель не справился с управлением. Причины и условия этой трагедии будут установлены за результатами следствия. Для установления и информации родителей, пострадавших в этой трагедии граждан Украины, консул обратился к Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области. Что касается перевезения тех погибших к Украине, то после проведения всех процедурных действий, которые учиняются в таком случае, тела погибших будут доставлены до Украины. На теле убитой правозащитницы Ирины Ноздровской найдены следы ДНК задержанного накануне Юрия Рассашанского. Об этом журналистам сегодня сообщил первый замглавы нацполиции Вячеслав Амброскин. Он заявил, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Рассашанского к преступлению, в том числе и возможное орудие убийства. Сам подозреваемый, со слов правоохранителей, свою вину признал. Это не спланированное убийство. Это стечение обстоятельств. Результаты проведения экспертизы ДНК на потерпевших были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому. Он свою вину признает полностью. Он дал согласие на воспроизведение на месте. Он полностью указал место и механизм нанесения телесных повреждений, который совпадает по своему характеру и который мы понимаем в результате проведения судебно-медицинского исследования. Напомню, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры. Виновником ДТП признали Дмитрия Рассашанского, сына подозреваемого в убийстве правозащитницы. Ирина пропала, я напомню, 29 декабря. Ее тело водолазы нашли спустя три дня в реке под Киевом, неподалеку от села Демидов. Уже 8 января правоохранители задержали Юрия Рассашанского. Взять под контроль расследование убийства Ирины Ноздровской требует от ГПУ общественные активисты. Сегодня они подали коллективное обращение к прокурорам, попросили информировать общественность о ходе следствия и рассказали некоторые детали этого преступления, которые им удалось установить самостоятельно. Мы с группой активистов, это 10 людей, работали все эти дни. Мы нашли очень много фактов. Все факты я вам не могу раскрыть, но мы нашли водителя маршрутки, то есть она ехала, где Ирина? С Киева до Вижгорода? Да. Шуть моего заявления проконтролировать, проконтролировать справу, которая сейчас ведется по Юрию Рассашанскому. Прокуратура действует процессуальный наблюдатель, когда общество это контролирует. В Черновцах в здании фискальной службы прогремел взрыв. Ранен сотрудник. Кто и с какой целью принес на работу гранату, разбиралась Ольга Поломарек. Все произошло около трех часов дня. На третьем этаже здание областной фискальной службы прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировала граната. Ее якобы принес один из сотрудников службы. Из помещения всех эвакуировали. Я ничего не знаю. Я уборщинцей работаю там. Что это говорит? Я ничего не слышала так. Потому что я быстро уборку рубила и пришла. Там нет никого. А я к нам в среду. Все нормально. Все на месте. Как было. Кто именно принес с собой гранату, неизвестно так же, как и точное количество потерпевших. По некоторым данным, пострадали двое сотрудников налоговой. Другие говорят о трех потерпевших. Но официальных комментариев от правоохранителей пока нет. Я не был на месте первоначально. Я приехал как допомнижный экипаж. И уже вижу, как проводится эвакуация. А сколько человек эвакуировали? Не владею данной информацией. Сейчас на месте ведутся следственные действия. Работают взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ и прокуратуры. Известно, что в фискальной службе уже рассматриваются варианты усиления режима безопасности здания. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Боевики продолжают нарушать режим тишины. По сообщению штаба АТО, наемники используют минометы 120-мм и 82-мм калибра в районе Новолуганского и Верхнеторецкого. Тем не менее, в недавно освобожденном Травневом постепенно налаживается мирная жизнь. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Хвостовики 120-х мин. Насобирали, дверь закрывается. Вуаля. Также не прекращаются провокации диверсионных групп российских оккупантов. С РПГ были, потому что работали, выходили ребята. Ну, потихонечку воюем. Держим свою сторону, работаем в обычном режиме. В самом Травневом при всем при этом пытаются наладить мирную жизнь. Люди как-то потихонечку начинают оживать. Здесь осталось 128 человек. Сегодня они опять под вражескими обстрелами. Врачи обеспокоены тем, что у многих пожилых людей повышенное давление. Тяжелая форма диабета, я болею, у меня и давление. Ну, много-много проблем. Ну, врач оказал мне по максимуму внимание. В Травневом возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт. Так начинается возрождение медицинской инфраструктуры, освобожденных несколько недель назад в поселках. Это район плацдарма Светлодарской дуги в направлении оккупированного Дебальцево. Несколько недель назад украинская армия восстановила контроль над селами Травнева и Гладосова. И теперь там налаживают мирную жизнь. Геннадий Вивданко, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Полицейские силки, как харьковские копы, в новогодние праздники решили подзаработать, но на их пути встретились активисты. Обо всем подробнее Светлана Шекера. Активист Александр Куницкий демонстрирует видео, которое снял на стационарном посту на выезде из Харькова. Рассказывает, сотрудники полиции 5 января остановили его друга. Выявили у него якобы первичные признаки состояния алкогольного опьянения. Первичные признаки, я напомню, кто не знает, это покраснение глаз, это тремер, то есть вот такие вот вещи. Забирали у него регистрационный документ водительского удостоверения и требуют с него 5000 гривен за непривлечение его к административной ответственности. Александр снимал все происходящее. К полицейским на переговоры идет друг водителя, возвращается с результатом. На 4 я всем договорился. Теперь уже активист отправляется к правоохранителям. Пятерочку будем брать еще? Представьтесь, имя, фамилия, жетон, где ваш? Не собирать за меня. Вот водитель, которого вы забрали документы. Где они? Пятерку вы только что просили. Я лично слышал это, да. Не может такого... Документы отдайте водителю. Документы отдайте. Кто останавливал на Л-200 машину? Я еще раз повторяю. Кто останавливал? Документы кто брал в руки твои? Документы отдали водителю. После перепалки водительское удостоверение нашлось. Ой, а что ж ты так неосторожно документы оставляешь? В дворниках. Обескураженный водитель объясняет ситуацию. Мы остановили его. Вот здесь, да, остановили? На знак стоп ты остановился, да? Подошел, начал тебе рассказывать, что что, что ты выпил? Да, что я выпил. Тупо развод, 5 тысяч гривен, перевози. А что они... Расскажи мне... От того, что пройти тест я абсолютно не отказывался. У них здесь нет драгера, я так понимаю, на посту, да? Да, нет. Скажи, пожалуйста, меня интересует такой момент по поводу банкомата, что там мне рассказывали. У них тут где-то банкомат есть? Типа, что они предлагали? Предлагали... Типа, с собой денег нету, чтобы друг скинул тебе на карту? Водитель и активист вызвали на место патрульных и написали заявление. Пока оформляли, вымогавшие взятку полицейские уехали. Уехали, красавцы. Все, уехали, никого нету. Все, смылись. Фамилии полицейских, которые требовали деньги, уже известны. Это сотрудники управления превентивной деятельности, которые в новогодние праздники дежурили на посту в качестве усиления. Разбираться с нарушителями будет прокуратура. Пока ход следствия там не комментируют. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Акция протеста на границе с Польшей. Жители приграничных населенных пунктов блокировали проезд автомобилей. Они требовали отмены новых правил, которые ограничивают количество товаров, ввезенных в Украину и за границей. Все подробности в материале. Право русское, Краковец, Шегини. Половина пунктов пропуска во Львовской области на границе с Польшей заблокированы. Мы обогаем, как мило, закону. На пикет на КПП вышли жители приграничных населенных пунктов. Возмущены новыми правилами ввоза товаров, которые начали действовать с 1 января. Начальник пункта пропуска Шегини разъясняет, сколько и на какую сумму теперь может возить один человек без уплаты пошлины. Для автомобильных пунктов пропуска 500 евро и 50 килограмм, но при условии, что особа перебывала за кордоном 24 часа и может привозить в такой количестве товары один раз на 72 часа. Раньше, по старому законодательству, такое право надавалось гражданину один раз в день. Таким образом, в Украине хотят повлиять на челноков, которые ввозят в Украину продукты, бытовую химию, технику и строиматериалы якобы для собственных нужд, а затем продают без уплаты налогов. И чаще всего таким нелегальным бизнесом занимаются жители приграничных сел. Участники акции все обвинения отвергают. Мол, покупки делают за границей, ведь там дешевле, и блокируют движение автомобилей, непрерывно ходят по пешеходному переходу. Полицейские акции не препятствуют. Пока что нет никаких поручений, проходят мирные акции. Кто леневый дома сидит. Остальные работа, граница, конечно, что с того живут. На границе скапливается очередь из машин, их пропускают каждые полчаса, некоторые водители разворачиваются обратно. Тарас митингующих поддерживает сам строить дом и часто мотается за стройматериалами за границу. Будем, что-то купим, какие-то там, не знаю, материалы, что-то там плохое, такие законы сделали. Подобная акция на пункте пропуска Ягодин в Волинской области. Если я захочу что-то купить себе дома, мне нужно сидеть 24 часа за кордоном. Если я живу за 30 км от митницы, я могу сесть, взять соседа, взять кума, заправили машину, сели, поехали за покупками. В очереди десятки фур водители нервничают за задержку грузов, их оштрафуют. Эксперты утверждают, часть митингующих действительно контрабандисты. Нема поступлений в державный бюджет. Продаются неразмытные товары на ядках, на мафах. И, конечно, от этого страдает социальная сфера державы. Первые акции протеста на границе продлились несколько часов. Следующие, если нововведения не будут отменены, станут уже бессрочными и в самое ближайшее время. Галина Якушкина, Юрий Голубинга, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ну а Польша в очередной раз заявила о мигрантах из нашей страны. В этот раз министр иностранных дел упомянул о миллионе украинцев, прибывших в Польшу. С каким статусом приезжают туда наши соотечественники, каковы условия их жизни, расскажет Елена Абрамович. Вопрос мигрантов из Украины поднимают в Польше очень часто. Это главный аргумент Варшавы против Брюсселя, который судится с ней из-за отказа принимать сирийских беженцев. В своем последнем интервью глава польского МИДа настаивает. Политика ЕС неэффективна. Нужно создавать условия для легальной миграции. И Польша в этом вопросе пример. В результате нашей политики более миллиона граждан Украины, страны, которая пострадала от агрессии России и которая имеет непростую экономическую ситуацию, живут в Польше. Члены Евросоюза не хотят замечать этого и признать, что наша позиция предотвратила серьезную миграционную волну с Востока. В то же время в прошлом году статус беженцев в Польше получили чуть более полусотни украинцев. Остальные трудовые мигранты. А сейчас вокруг них в стране разгорелся скандал. На одном из заводов украинцев заставляют носить сине-желтую форму. Подметил это один из клиентов. Его это возмутило, а правозащитники назвали факт дискриминацией. Руководитель предприятия иного мнения. У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики зеленые, бригадиры красные. Эдакая система идентификации. Желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски. Носить форму, соответствующую цветам национального флага, не самые большие сложности, с которыми сталкиваются гастарбайтеры из Украины. Во Врославе арестовали гражданку Польши по обвинению в торговле украинцами. 44-летняя женщина брала на работу людей для нескольких строительных фирм. Паспорта у трудяк забирали, чтобы не могли никуда уйти. А еще устанавливали систему штрафов за болезни, смену работы или просто за то, что не отвечали на звонки. Теперь женщине грозит три года тюрьмы. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Квоты на мигрантов разделяют Европу и абсолютно неэффективны. Об этом заявил премьер Чехии во время выступления в парламенте. Евросоюз, я напомню, ввел квоты на распределение беженцев в конце 2015 года, когда такие страны, как Италия, Греция и Венгрия уже трещали по швам от нелегалов. Брюссель нашел единственный выход распределить их по всем государствам ЕС. Ярыми противниками такого решения тогда выступили Венгрия, Польша и Чехия. В конце прошлого года Еврокомиссия направила жалобы в суд ЕС из-за невыполнения этими странами юридических обязательств относительно беженцев. Наркоторговца с большой партией товара задержали в Днепропетровской области. У 37-летнего жителя Желтых Вод изъяли 20 килограммов марихуаны на 3 миллиона гривен. Кроме этого нашли полторы сотни пачек эфина. Это препарат, содержащий психотропные вещества. И 100 граммов прекурсора красный фосфор. Изъятая марихуана направлена на экспертизу НИИКЦ. По ценам черного рынка изъятое вещество может составлять сумму примерно около 3 миллионов гривен. Злоумышленникам может быть грозит лишение свободы сроком от 9 до 13 лет. Причина вспышки гепатита А в Николаеве по-прежнему неизвестна. Специалисты продолжают изучать образцы питьевой воды из уличных торговых точек. Именно питьевую воду изначально считали возможным источником заражения. Но по предварительным данным вирус гепатита А в ней не обнаружили. Что же касается количества заразившихся, то оно достигло 74 человек. Из них в больницах все еще остаются 47 взрослых и 14 детей. Почти все пациенты в состоянии средней степени тяжести. Я напомню, первые случаи гепатита А были зафиксированы полтора месяца назад. Спада пациентов еще мы не фиксируем, но мы понимаем, что он будет совсем скоро. Потому что первые пациенты, которые поступали, были уже выписаны. Мы ожидаем еще некоторое количество пациентов, но, к счастью, мы готовы. Тем временем в столице из-за вспышки кори ограничат посещение школ и детских садов. Об этом сообщил замглавы городадминистрации Николай Поворозник. По его словам, у детей проверят наличие прививок и без них к занятиям не допустят. На сегодняшний день в Киеве около 20% детей различного возраста не вакцинированы от кори. Прокуратура Киева начала расследовать превышение полномочий сотрудниками Голосеевского райуправления столичной полиции при задержании белорусского бизнесмена Тимофея Кахновича. Досудебное расследование порочено также управлению СБУ в Киеве и области. Я напомню, в СМИ появилась информация, что сотрудники Голосеевского райуправления требовали у предпринимателя выкуп под угрозой его выдворения из страны. Черкассы все еще без бюджета. Годовую смету депутаты и члены исполкома вот уже вторую неделю не могут не то что принять, они даже не могут ее утвердить из-за того, что вся городская бюджетная... из-за этого, точнее, вся городская бюджетная сфера парализована, денег нет ни на зарплаты, ни на социальные выплаты. Сегодня в Горсовет в очередной раз собрался, чтобы принять бюджет, но снова не вышло. Почему? Узнаем от Станислава Кухарчука. Слышь, добрый день! Вымагаемо принятие бюджета. Приятного аппетита! Вот так с плакатом сегодня утром на внеочередную сессию провожали черкасских депутатов. В Новый год город вошел без бюджета и его до сих пор не могут утвердить. Исполком и Горсовет уже несколько раз пытался собраться для этого, но не получилось. То депутаты на сессию не являются, то члены исполкома внезапно уйдут на больничный. Но сегодня Горсовет собрался почти в полном составе. И сходу отправил исполком в отставку. Третью за последние полгода. И то, что руководитель комитета не начал, то разъяснился и был в области. Абсолютно ничего не означает. Потому что Министерство имеет новый комитет, за него будут набраны ответственные голосы. Пока депутаты увольняют исполком, бюджетная сфера города парализована. Исполнительный комитет своевременно не утвердил проект бюджета. И все выплаты, в том числе зарплаты, попросту заморожены. Вторым вопросом на сессии депутаты все же переходят к обсуждению годовой сметы. Без бюджета город мог бы жить по нормам одной двенадцатой. Усредненной цифры прошлогоднего бюджета. Вспоминая бюджетный кодекс, избранники уверяют. Для этого тоже нужно утверждение исполкомам. Читаю бюджетный кодекс Украины, еще раз читаю. Для основы понятных, которые и Павла Николаевича читаю еще раз. Статья 76, проект решения про миссарию бюджета. Споры депутатов обрывает главный финансист Черкас. Без утверждения одной двенадцатой уже уволенным исполкомам казначейство не перечислит ни копейки. Даже сегодня будет принятый миссий бюджет. Все одно треба принимать одну двенадцатую кодексу. И будь каким, ну в Рим, став Рим, нас видео вы хотите, перевернуть, я могу. Но требует решение кодексу на одну двенадцатую. Полномочия этого исполкома закончатся в понедельник. В день, когда бюджетники должны получить аванс. Но в пятницу у комитета еще есть шанс принять проект бюджета. И решение по одной двенадцатой. Если этого не произойдет, то более пятнадцати тысяч горожан попросту не смогут получить ни аванса, ни социальных выплат. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. В ближайшие годы Украина имеет все шансы стать площадкой для инновационных международных проектов. Так считает премьер-министр Украины. Сегодня Владимир Гройсман общался с молодыми предпринимателями. Он заверил, что чиновники открыты для диалога с бизнесменами. Они готовы помогать им развиваться и выходить на мировой рынок. Тем более, что в Украине уже есть наработки в различных отраслях. Я считаю, что самым главным приоритетом сейчас в работе нашего уряда и моего премьер-министра есть вопрос экономики и создание нормальных условий для развития предпринимательства и в целом бизнеса. Насправді дуже важливий, коли є диалог. І вот такий секторальний підхід для мене є важливим, оскільки в мене є єдине бажання. Я би хотів, щоб Україна зайняла те місце, де вона має бути і максимально реалізувала свій потенціал. Військові пенсіонери почали бессрочну акцію протеста. Бувші силовики прийшли под Кабмин требувати пересчета пенсії. По словам участників цього пікета, недавнее повышення выплат їх не коснулось. Перерасчет действительно був запланирован на 1 января, но в Кабмине приняли решение перенести його на начало следующего года. При этом митингуючі считають, що всі необхідні нормативні акти були прийняти ще в прошлом року, але вони не виконуються. Остап Бендер відпочиває, я так скажу. Вони роздали гроші нашим цивільним пенсіонерам, дай їм Бог здоров'я, і правильно роздали. А потім вдруг гроші кончились, а новий найти не можна. С 2008 року пенсія тим, хто носить погони, а таких у нас зараз 545 тисяч людей, ні разу не перерахували пенсію і не підвищували грошове забезпечення. У мене пенсія 2,200. Полковник, стій на кому сказати, які були у мене командирами з водов, у них пенсія 5-6 тисяч. Люди зібралися і треба, що треба підняти, і якось це все свести до определенного уровня, щоб у всіх було одинаково. Повышення виплат воєнним пенсіонерам намерен добиватися і лідер соцпарції Сергій Каплин. С таким требованням він сьогодні обратився к правительству, президенту і парламенту. Деньги на це, по його мніню, найти можна. Друге, давайте приберемо майже 300 тисячну армію депутатів місцевих рад. Давайте зменшимо її втроє. І ті гроші, які ми витрачаємо на утримання корупованого, абсолютно неадекватного, неефективного депутатського корпусу, направимо на виплату людям зарплат і виплату людям пенсії. А вот пенсіонеры Парижа скоро змогут безплатно їздити в общественному транспорту. Раньше у них була тільки скидка на проїзні, і тепер же містні власні хочуть пересадити старше поколення з автомобілей на метро, і тем самим розгрузити паріжські дороги. Впрочем, право на безплатний проїзд в общественному транспорту будуть иметь только те пенсіонеры, доход которых менее 2200 евро в місяць. Вынуждений отпуск. Знаменитий швейцарський курорт Цермат остається в снежной блокаді. Коли городок змогут покинуть многочисленні туристы, пыталась выяснить Татьяна Лагунова. В ловушці у зимы швейцарський горнолыжний курорт Цермат уже вторі сутки отрезан от внешнього мира. Из-за угрозы схода лавин власти остановили транспортное сообщение с этим населенным пунктом. В Альпах застряли 13 тысяч туристов. Цермат – это так называемый городок без автомобилей. Туристы оставляют машины в соседних населенных пунктах и добираются на горнолыжний курорт автобусом или поездом. Поэтому из-за прерванного транспортного сообщения тысячи местных жителей и гостей Цермата по сути оказались заблокированными на курорте. Власти кантона Валер рассчитывали уже сегодня возобновить движение поездов и автобусов. Но пришлось отложить, не успели расчистить дороги. Туристов, которым нужно срочно покинуть Цермат, пока что вывозят на вертолетах. Причина возникшего хаоса – сильные снегопады, которые шли в Альпах несколько дней. В некоторых районах толщина снежного покрова составляет почти 2 метра. Похожая ситуация и в итальянских Альпах. Из-за сильных снегопадов там сошли лавины. Несколько деревень, которые находятся высоко в горах, так же, как и в Швейцарии, отрезаны от внешнего мира. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Какую формулу похудения вывели британские ученые? В рекламе какого зарубежного бренда прозвучала украинская музыка? И за что британские СМИ снова заклеймили невесту принца? Обо всем этом прямо сейчас. Больше спать и меньше нервничать. Именно такова формула эффективной борьбы с лишним весом, утверждают британские ученые. Люди, которые дольше остаются в постели по утрам, потребляют меньше сахара. Ведь чаще всего человек тянется к нездоровой пище из-за усталости. В эксперименте участвовали 42 человека. Половина из них спала на час дольше по утрам. Их дневное потребление сахара сократилось на 10 граммов. В Северной Каролине аллигаторы буквально вмерзли в лед, который сковал реки и озера. На поверхности торчат одни носы. При этом рептилии не гибнут. Температура их тела снижается, и они как бы включают спящий режим. Такое состояние специалисты называют гибернацией. Как только столбики термометра начнут подниматься, оттают и аллигаторы. Пока же посетители могут безнаказанно потрогать этих хищников. Горбатый кит спас женщину-исследователя от акулы. Это произошло в южной части Тихого океана, недалеко от островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала возле кита. Как вдруг рядом появилась трехметровая тигровая акула. Заметив хищницу, кит начал защищать Хаузер, укрывая ее плавниками. В какой-то момент даже поднял биолога на поверхность на спине. Нэн уверена, этот случай доказывает. Киты обладают инстинктом защищать других живых существ. Изнасилование это преступление, а попытки соблазнить кого-то нет. Нет. Коллективное письмо такого содержания подписало сотни известных францужинок. А в частности, кинодива Катрин Денев. Мужчин без промедления лишали работы только из-за того, что они дотронули до чьей-то коленки или неожиданно чмокнули кого-то. В документе также отмечается, что желание женщин бороться за свои права превратилось в настоящую охоту на ведьм. Зачем платить больше? Зарубежные СМИ обсуждают очередной выход в свет будущей герцогини Меган Маркл. Для визита на британскую радиостанцию вместе с Гарри невеста надела свитер из обычного масс-маркета. Он стоит всего лишь 60 долларов, негодуют модные эксперты. Мол, не царское это дело носить не брендовые кофточки. В то же время другая одежда, которая была на актрисе, выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже. Это немного смягчило модный приговор для Меган. Дэвид Бекхэм выпустил рекламу своего косметического бренда «Хаус-99». В ролике звучит песня «Шоспо Дуба» украинского коллектива «Даха Браха». Их песни не впервые появляются в заокеанских рекламах и сериалах. Эта же композиция звучит во второй серии третьего сезона сериала «Фарга». «Даха Браха» играет народную музыку, исполняя ее в современной аранжировке. Сами музыканты называют свои песни этно-хаусом. Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл пройдет без американского президента. Дональда Трампа нет в списке приглашенных. А депутаты британского парламента в очередной раз призывают вообще не пускать его в страну. Почему глава Белого дома в Лондоне настолько нежеланный гость, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Говоря откровенно, Дональда Трампа никто и не собирался приглашать на свадьбу. Принцу Гарри он как минимум безразличен, а его будущая жена Меган Маркл не скрывала презрение к Трампу во время его президентской кампании. Но вопрос о приглашении американского лидера возник, когда жених и невеста сообщили Министерству иностранных дел, что очень хотят видеть на своем бракосочетании Барака и Мишель Обаму. Это чета хорошие друзья принца, но их имена в списке гостей могли очень огорчить, если не разозлить нынешнего главу Белого дома. Известно, что Трамп болезненно реагирует на моменты, которые затрагивает его самолюбие. А это могла быть именно такая ситуация. Поэтому, чтобы не расстраивать Дональда Трампа, Гарри и Меган, пришлось отказаться от идеи пригласить Обаму с супругой. Но если члены королевской семьи должны оставаться вне политики, то депутаты парламента по отношению к Трампу не осторожничают. И совершенно не боятся обидеть его своими заявлениями. Как утверждает сам президент Трамп, он умен и даже гениален. И в ответ на заявление северокорейского лидера, он написал, что у него тоже есть ядерная кнопка, и что она больше и мощнее, и к тому же работает. Скажите на милость, что еще президент Трамп должен сказать или написать, чтобы любые приглашения посетить Великобританию, будь то свадьба или другое мероприятие, были отозваны. Но правительство не реагирует на призывы парламента не впускать Трампа в страну. В свете Брексита здесь не готовы терять друзей. Особенно таких богатых и влиятельных, как Штаты. Американскому президенту хорошо известно, что в Лондоне его мало кто ждет. Поэтому и не спешит с визитом в Великобританию. Официальное приглашение он получил еще год назад. И, скорее всего, приедет сюда уже в следующем месяце на открытие нового здания американского посольства. Но о визите заблаговременно не предупреждают, чтобы не провоцировать массовые протесты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин